С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепетова. Владимир Путин призвал совершенствовать механизмы бюджетной поддержки регионов. Об этом глава государства заявил на совещании, где обсуждали развитие экономического потенциала и укрепление финансовой базы субъектов. По его словам, необходимо найти решение, которое сгладит дисбалансы и позволит регионам укреплять свою финансовую базу. Именно поэтому следует совершенствовать механизмы бюджетной поддержки регионов со стороны федерального центра. Причем они также должны носить стимулирующий характер, давать импульс к развитию субъектов. Кроме того, регионам необходимо иметь средства на выполнение возложенных на них функций. Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависят от состояния бюджетов регионов РФ и муниципалитетов. И, конечно, полномочия субъектов местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами, пояснил Владимир Путин. В целом же властям следует стимулировать регионы к развитию экономического потенциала, использованию конкурентных преимуществ, улучшению инвестиционного и делового климата. Глава государства коснулся и темы задолженности регионов, подчеркнув, что без решения вопроса со сглаживанием разницы в доходах разных субъектов, проблема их долгов тоже не может быть принципиально решена. Бюджет Ненецкого округа продолжает оставаться сложным, но исполняемым. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. Доходы региона на минувшей неделе составили 27 миллионов 400 тысяч рублей, расходы превысили 172 миллиона. На содержание казенных учреждений было израсходовано 12 миллионов 700 тысяч рублей. Более 19,5 миллионов на минувшей неделе направили на содержание органов государственной власти. Субсидии бюджетным учреждениям составили 67 миллионов 300, из них образование, культура и спорт 43 800, здравоохранение и соцзащита 23,5. Социальные выплаты составили 17,5 миллионов рублей. Также осуществлена поддержка в форме субсидий юридическим лицам в сумме 5 миллионов 600. 4 миллиона 100 – это возмещение недополученных доходов перевозок пассажиров 2-му архангельскому авиотряду, 100 тысяч молоко, 800 тысяч жилищно-коммунальные компенсации и 600 тысяч компенсации за работу несовершеннолетних граждан. Более 4 миллионов составили бюджетные инвестиции в госсобственность, 2,5 миллиона – межбюджетные трансферты муниципальным образованием. Из них 2 миллиона 300 тысяч направили на Ринмару на подготовку к осенне-зимнему периоду. 200 тысяч составили субвенции Приморско-Куйскому сельсовету. Эти средства направят на компенсацию расходов пенсионеров на капитальный ремонт. Государственный долг Нинецкого округа остается прежним – 3 миллиарда 960 миллионов рублей. Число безработных жителей округа снизилось. Сегодня на учете в Центре занятости состоят 519 граждан. Вместе с тем количество вакансий увеличилось. Об этом на оперативном совещании сообщил первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Олег Зайцев. По своим направлениям деятельности отчитались и руководители других предприятий Нинецкого округа. 531 вакансия на 519 безработных. Несмотря на снижение числа безработных и увеличение количества вакансий, ситуация на рынке труда Нинецкого округа остается прежней. Такие показатели, как уровень безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда не изменились. Они составляют уровень безработицы 2,3% и коэффициент напряженности 1,2 человека. В отличие от показателей рынка труда, показатели окружных производителей радуют. Акционерное общество мясопродукты наращивает объемы производства продукции. По словам директора предприятия Тамары Критской, с начала сентября выручка от реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 16%. Увеличение выручки достигнуто в основном благодаря освоению новых видов продукции. Только с начала третьего квартала внедрено в производство 6 новых видов, которые пришлись по вкусу нашим потребителям. Что касается программы «Высокий возраст», на сегодняшний день выдано 1066 карт, по которым совершено 2404 покупки. 407 пользователей карт в сентябре воспользовались данной льготой вторично. Объем покупок по картам с начала действия программы составил 1,3 млн рублей. Скидка по ним составила 192 тысячи рублей. Есть успехи и у Наринмарского авиапредприятия. Авиаотряд совершил первые коммерческие рейсы на одном из новых самолетов ТВС-2МС. 26 сентября воздушное судно отправилось из аэропорта Наринмар в Каратайку и обратно. Судно вылетело практически с полной загрузкой. Опыт эксплуатации покажет, насколько было правильным это решение. Мы рассчитываем, что экономический эффект от этого будет. Достаточно сказать, что при одинаковом расходе топлива с самолетом АН-2 керосин все-таки в три раза дешевле. Пока изучаем. Окружная потребка операции завершает навигационный сезон. По словам Натальи Кордаковой, в столицу Неницкого округа в ближайшее время выйдут последние суда с товаром. Предполагаем, что на этой неделе последнее судно будем грузить в Архангельск, на Индигу, Пёшу, Ому. Последнее грузим машины по России, которые придут на Наринмар. С начала навигации 2016 года Неницкая потребка операция практически полностью выполнила план и завезла в населенные пункты округа стратегические запасы продуктов с длительным сроком годности, в их числе мука, сахарный песок, растительное масло, макаронные изделия и крупы. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Экс-начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Неницкого округа Николай Дроздов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы и штраф. Приговором Наринмарского городского суда Неницкого автономного округа экс-начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Неницкого автономного округа Николай Дроздов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Напомню, чиновник вымогал у предпринимателя, который работал в сфере земельных отношений, 5 миллионов рублей. За эту сумму Дроздов пообещал бизнесмену составить положительный акт о приеме работ по восстановлению земель на одном из строительных объектов. Приговором Наринмарского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима и штраф в размере пятикратной суммы взятки 12,5 миллионов рублей. Приговор городского суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в суде Неницкого автономного округа. Умение воспитывать это искусство Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники дошкольного образования. Сегодня православные празднуют Крестово сдвижение. Один из двенадцатых праздников, установленный в честь обретения в Иерусалиме креста, на котором был распят Иисус Христос. В этот день в храмах поклоняются честному и животворящему кресту, на котором Спаситель перенес величайшее страдание ради спасения людей. В Нарьинмаре прихожане Богоявленского собора после Божественной литургии возложили у поклонного креста святыню – камень, привезенный из Иерусалима. Нам передали этот камень как святыню для нашей Северной земли, и после Божественной литургии крестным ходом мы вышли к нашему поклонному Северному Арктическому кресту, который воздвигнут здесь, в центре Нарьинмара, возле Богоявленского собора нашей самой Северной епархии, и возложили при пении гимна, прославляющего крест Христов. А когда я возвращался в храм, я увидел, что на небе сияет радуга. Это очень редко и необычно. Утром без дождя радуга свидетельствует о благословении Божьем, как некогда ною было возвещено самим Богом, что это будет знамение спасения всему роду человеческому. Начало доброй традиции привозить к поклонному кресту камни с мест паломничества положил епископ Нарьинмарский и Мизинский Яков в день освящения поклонного креста. Он возложил первые два сувенира со святых мест. Семиметровый лиственничный крест был освящен в первый день Успенского поста. Большой юбилей 80 лет отметил архивный отдел аппарата администрации Ненецкого округа. В свой юбилейный день сотрудники архива принимали поздравления в рабочем режиме. На расширенный семинар совещаний, где обсуждались вопросы о деятельности отдела, изменения, внесенные в правила организации хранения документов, а также работы с обращениями граждан. С хранительницами истории удалось пообщаться нашему корреспонденту Любови Пермяковой. Главная хранительница 85 тысяч единиц уникальных документов Татьяна Журавлёва признаётся, что за 8 лет работы в архивном отделе успела влюбиться в свою профессию. Работа необыкновенно интересная, потому что говорят, что архивисты владеют всеми тайнами. Не все документы ещё открыты. И, конечно, внимательно работая с документами, можно проследить всю историю развития округа. Какие веяния, в какие годы, когда, что, как изменялось. И это очень интересно. По словам Татьяны Юрьевны, ежегодно архивисты НАУ исполняют около тысячи запросов, в том числе поступающих из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа. Цели исследований достаточно обширны. От формирования истории отдельных предприятий в округе до написания биографии выдающихся деятелей. Помогает в большом архивном объёме найти нужную информацию одна из сотрудниц – архивариус Раиса Чуклина. Все организации, все на основании наших документов пишут своё образование, преобразование, свои исторические справки – это всё на основании наших документов. Раиса Захаровна – человек-энциклопедия. Ведь за 40 лет работы через её руки прошли тысячи документов. Хранительница истории признаётся, что из архивов можно узнать не только исторический, но и интересный факт. Первый съезд у нас был окружной, когда приехали или не воды с тундры. Конечно же, их разморило. Они сидели в своих малейцах. Говорил выступающий писатель Присполкова. Потом, значит, на ненецком языке, я потом сказал, ну, ну, не спать, опять заспали. Видимо, их разморило и заснули. Но не только интересные факты. Историю предприятий и организации округа можно найти в архиве. Всё чаще, по словам сотрудников юбилейного отдела, к ним обращаются простые граждане для того, чтобы восстановить свою родословную. Светлана Хабарова, бывшая сотрудница окружного архива за 30 лет работы в хранилище, помогла найти корни десяткам окружных семей, восстановила историю и своей семьи. Ну, дворянских корней в нашей родословной не прослеживается. У нас все, у меня все родичи были рыбаками. Ну, на севере Вандиги, это рыболовное хозяйство, рыбаки, вот это и всё, больше ничего. Ну, а последнее, более последнее, это данные, так это уже и в других отраслях деятельности люди занимались. Но я неиспосредственно занималась не только родом Хабаровых, но и Шаламовых. Это старинный род когда-то был в округе у нас здесь, вот, был богатый оленевод Шаламов в свою очередь. Я доходила примерно до начала 17 века. Также наиболее частыми остаются обращения граждан, связанные с социальными гарантиями. В первую очередь это сведения о зарплате, о подтверждении стажа, о том, что та или иная организация находилась в районе Крайнего Севера. В случае, если организация ликвидирована, документы поступают на хранение в архив. К таким относятся лесозавод и рыбокомбинат, межколхозная передвижная механизированная колонна, межколхозное производственное объединение, комбинат бытового обслуживания и другие. Сегодня в архивном отделе работает пять сотрудников, неравнодушных, влюбленных в своё дело, готовых, если понадобится, изучать тысячи документов. Это значит, что история округа в надёжных руках. Елена Семёнычева, Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Умение воспитывать – это искусство. Такое же искусство, как и хорошо играть на скрипке или рояле. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Именно на плечи воспитателя ложится не только забота о безопасности детей, но и об их полноценном дошкольном развитии. А как известно, именно в первые годы жизни малыша происходит его формирование как личности. Сегодня работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. В праздничную атмосферу одного из садиков Неницкого округа окунулась и наша съёмочная группа. Почти 55 лет Лидия Григорьевна в этой, без сомнений, нелёгкой профессии. Но столько энергии и положительных эмоций она излучает, что сомнений нет. Перед нами воспитатель от Бога. Даже о самых тяжёлых временах своей профессиональной деятельности она вспоминает с улыбкой. У морского порта был барак. В одном половине жили жильцы, а в другом мы печки топили. Стояла плита огромная, вода там стоит в баке. И как Бог хоронил, ничего не случилось. Вы понимаете, одевались тут же, горшки тут же стояли. Оказалось, ну я люблю эту работу. Вот хоть что мне, я мечтала быть учителем, но не получилось. Педучилища не принимали, принимали немцев и коми. Мне пришлось в Архангельск ехать. Ну, сейчас я иду. А за что вы любите работать? Я люблю детей, потому что в большой семье, и как старшая, я всё говорила, наверное, не знаю, не будут, и замуж не выйдет, и детей не будут иметь. А у меня три дочери, внучат, один внук и четыре внучки, правнучка. Я очень счастлива. Люблю просто работу своих детей. А если не любишь работать в этой сфере, нельзя. Этот день, 27 сентября, торжественный и для работников, и для их маленьких обитателей, воспитанников. Ведь именно в этот день у каждого из них есть возможность поздравить своего любимого воспитателя с профессиональным праздником. Но ещё более приятно, когда на такой праздник приходят бывшие выпускники детского сада. Вот и Лидия Григорьевна, по-матерински радуясь, принимает сегодня поздравления от, несомненно, успешного человека и своего бывшего выпускника. Именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге, в Российском острове, был открыт первый в России детский сад. И именно эта дата сегодня стала государственным праздником. Знак признания важности и значения вашей работы в помощи с детами подрастающих поколений. Потому что именно с детского сада начинается жизнь человека. Говорят, глаза – зеркало души. А в глазах Ольги Александровны столько добра и любви к своей профессии детям, что не заметить их совершенно невозможно. Детская душа, маленький расточник, береги его, кровь и зимой мечи. И как признаётся сама воспитатель, работа нелёгкая, но у неё есть секрет своего профессионального успеха. Это, знаете, это непросто. Потому что вот если найдёшь себя в чём-то, вот я пробовала себе найти другую работу, как бы, да, сказать. И всё-таки я поняла, что детский сад для меня роднее. Потому что в этой области я уже очень давно, уже, можно сказать, 13 лет работаю воспитателем. И я уже, мне кажется, без этого жить не могу, мне уже ничего другого не надо. Это уже как моё это всё. Мне ничего больше другого не надо. Я не хочу ничего другого. Самая лучшая награда для любого воспитателя – это когда дети с удовольствием идут в садик. Потому что тут весело, тут заниматься надо. И тут петь надо. И играть, и спать тоже. И тебе всё это очень нравится. И вставать рано тоже нравится. Да. Как и рада, с удовольствием в садике всего Ненецкого округа ходят более трёх тысяч детей. В одной из самых гуманной и почётной профессий трудится около полутора тысяч человек. И хоть праздник относительно молодой, он отмечается с 2014 года, нелёгкий труд воспитателя детского сада не может остаться без должного внимания. Елена Семёнычева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Две сотни бегунов собрались на лыжероллерной трассе. Ненецкий округ присоединился к массовому всероссийскому забегу кросс-нации. В Наринмаре появится крытая спортивная арена. На заседании администрации Ненецкого округа принято решение о модернизации зала «Дюц-лидер» в полноценную спортивную арену со специальным покрытием и местами для зрителей. Площадка в центре города позволит проводить соревнования по игровым видам спорта круглогодично. В большом зале «Дюц-лидер» будет демонтирована сцена и установлено специальное безопасное покрытие. Площадка станет единственной в округе крытой арены, где предусмотрены места для зрителей – 150 кресел. В настоящее время в Ненецком автономном округе отсутствует крытое спортивное сооружение с трибунами, на котором возможно проводить соревнования по игровым видам спорта. Соответственно, необходимость выделения денежных средств предусматривается в связи с тем, что в настоящий момент демонтирована сцена в «Дюц-лидер» и необходимо выполнить ремонтные работы, в том числе для того, чтобы привести данную арену в нормативное состояние. Финансирование данного мероприятия пройдет в рамках соглашения с компанией «Башнефть-полюс». Они выделят более 9 миллионов рублей. Подрядчики будут выбираться по результатам конкурса. Ненецкий округ присоединился к массовому всероссийскому забегу «Кросснации». На лыжероллерной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко» 212 любителей бега из Наринмара и поселков Красное Искатели коллективно отметили Всероссийский день бега, преодолев дистанцию от 1 до 12 километров. В этом забеге не важно, сколько лет участнику и каков уровень его физической подготовки. Ведь многие бегут не ради победы, а просто, как говорят сами участники, для здоровья. Кросснации – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. Окружные любители бега участвуют в Кроссе с 2004 года. «Всероссийский день бега, кросснации, соревнования проходят по всей стране одновременно. Ну, в принципе, это как бы должен быть праздник спорта. Тут главное не высокие результаты, главное участие, ну и пропаганда здорового образа жизни». По итогам соревнований победители определили в разных возрастных группах. Самую сложную дистанцию 12 километров быстрее всех преодолел спортсмен-лыжник, сотрудник полиции Егор Коршаков. Победители и призеры соревнований получили кубки, медали и дипломы Минспорта России, участники – сладкие призы от организаторов.